Чуть больше недели назад стало известно о том, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков вновь станут родителями. И если певец пока никак не прокомментировал счастливое событие, то его супруга официально подтвердила свое интересное положение, разместив фото в купальнике. В кадре артистка демонстрирует округлившийся животик. Судя по снимку, долго ждать рождения младенца не придется. Радость материнства звезда познает ближайшей осенью. Чтобы набраться сил перед важным событием, 38-летняя вокалистка с сестрой и сыном Артемием отправилась поближе к морю. Беременная Наталья Подольская вместе с сестрой-двойняшкой Юлией и детьми отправилась в Турцию. Певица с родственниками остановилась в пятизведочном отеле Белека. Супруга Владимира Преснякова публикует яркие кадры с отдыха. Артистка рассказала о том, с какими трудностями пришлось столкнуться ее сестре, добираясь на курорт. Открыли Турцию и мы, конечно, ломанулись. Папы не смогли. Мы отправились вместе с нашими тройняшками, начало свой монолог Наталья. Но в аэропорту всю компанию ждал неприятный сюрприз. У дочек Юли паспорта заканчиваются в октябре. По правилам, о которых мы не знали, дети не могут лететь. Реву было, мы грустно полетели с темой, добавила Подольская. Что касается Юли, то она в короткий срок смогла сделать документы детям и присоединилась к сестре. Теперь все нежится в бассейне и на море. Вот только поклонники переживают за певицу. Дело в том, что Подольская подвергла себя опасности. А в ее положении это никак нельзя. Наташенька, берегите себя, ой, только слушала новости о вспышке коронавируса в Турции. Наташа, не подвергайте себя и ребеночка опасности, хорошего вам отдыха, беременность вам к лицу, пишут фалловеры. Отметим, 15 августа в Турции зафиксирован рекордный за последние 45 дней рост числа заболевших коронавирусом, 1256 человек. Мы достигли самого высокого за последние 45 дней числа положительных диагнозов. Численность тяжелых пациентов, которые являются нашим критическим показателем, также растет. Давайте все вместе приложим усилия, чтобы уменьшить количество новых пациентов, число тяжелобольных, а также смертей. Написал глава Минздрава Турции Фахритин Каджа в Твиттер.